Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня, ой, забыла, или 4 или 5 августа. Я вот вышла рассказать вам о сорте Петруша Огородник, потому что слишком много противоречивых сообщений про него приходит, противоречивых комментариев от самых хвалебных, ну да отрицательных, которые говорят, что одна трава, кроме травы, ничего на нем нет. Я сейчас немного расскажу об этом сорте, об особенностях выращивания Петруши Огородника. Вот у меня вот этот ряд, я расскажу вам про разные, как сказать, разные способы. Да, можно выращивать его, например, удалять пасынки, можно нет, но все по порядку. Оригинатором сорта является Дедерка. Сорт быстро прошел испытания, в 2013 году был внесен в реестр Российской Федерации, так что официальный сорт, это не гибрид, с него можно собирать семена. Он рекомендован для возделывания и в открытом грунте, и в теплице, для любых огородов, для любых подсобных хозяйств. Растение невысокое и детерминатное. Вот как вы видите, сейчас я вам для сравнения, сюда перейду на эту сторону, видите для сравнения, какие здесь растения высотой, вот они, и какой Петруша маленький, вот он. Но это уже взрослые растения, он такой и будет. Оно штамбовое растение и не требует посынкования, не требует особого внимания. Но про посынкование я потом скажу отдельно, потому что если вы будете оставлять, вот видите, вот он пасынок, если вы будете оставлять пасынок, значит вы должны быть уверены, что в ваше лето, в ваш летний период, в вашем регионе, он успеет дать плоды, и нальются плоды и созреют. Я вот нижние пасынки, наверное, буду убирать все-таки, потому что я живу в Сибири, и у нас нет такого длительного летнего периода, чтобы все пасынки Петруша Огородник сформировал и вызрели они. Он очень урожайный, но ему нужен более длительный период. У него очень длительный период плодоношения, сначала на основном стволе, потом на пасынках, дальше больше. И если бы ему дать чуть-чуть больше период, он бы дал очень много урожая. Но у нас в том году половина урожая замерзла, потому что ранние заморозки в открытом грунте не успела я. Так, вот если описание плодов, мы сейчас посмотрим их. Плоды удлиненные, интересной формы, они цилиндрические, выровненные, со слегка заостренной вершинкой. Такие же, как сибирская тройка, гладкие, ровные. Так, ну тут они у меня зеленые, я сейчас покажу, залезем сюда поглубже. Вот такие вот плоды. Тут я еще не обрезала листья, поэтому их не видно. Действительно, листвы очень-очень много. И вот в период, когда они начинают созревать, они не очень красивые, у них бывает зеленое пятно, вот там у жопки. Но постепенно, когда он приобретает биологическую зрелость, это пятно исчезает, и он становится ярко-розового цвета, с малиновым даже оттенком. И вот комиссия, которая, ну, когда присуждает номер в госреестре, они делают оценку. И вот оценка плодов у него хорошо. Ну, оценка хорошо, не отлично, а хорошо. Это значит, есть и слаще, конечно, и вкуснее. Но все-таки этот сорт хороший у него вкус, без кислот. Томатный такой, насыщенный. Теперь про урожайность. Есть же урожайность, как заявленная производителем, есть реальная, которую мы получаем, каждый в своем регионах. А, я забыла сказать про вес. Вес 150-80, но может быть и крупный 300. И вот про урожайность. Вообще, вот когда при внесении в госреестр определили 6,5 килограммов. Но производителю килограммов с квадратного метра. Но производитель заявляют большую урожайность. Потому что если, например, вот у нас в сибирском регионе, у него урожай, это плодоношение принудительно прекращается, когда он еще мог бы отдать, то, наверное, в более теплых регионах, конечно, она будет большая урожайность. Но вообще, этот сибирский сорт, он выведен для Сибири и ориентируется все-таки на Сибирь. Вот урожайность в Сибири 6,5-7 килограммов с метра квадратного. Ну, конечно, урожайность у всех разная. У всех разный грунт, у всех разный уход. Но вообще он может дать, вот видите, как он сильно обвешан плодами, с самой-самой земли. Он может дать очень много плодов. Но вот только создадим ли мы условия, при которых он будет столько давать плодов или нет. Вот это другой уже вопрос. Конечно, вот эти 6,5 килограмм, это не такая-то огромная урожайность. Но для терминантных вот таких сортов, штамбовых, они, конечно, не могут сравниться с высокорослыми. Там же у них еще и дальше 7, 8, 9 и 10 кистей вверх идет. А эти, они развершкуются и все. И для терминантных, и вот таких вот низкорослых, это хорошая урожайность. Но опять же, могу сказать, что при благоприятных условиях она может быть и выше. Про использование, конечно, в салаты, конечно, для еды вкусный, прекрасный. Для цельноплодного консервирования он не очень подходит, потому что они такие большие плоды, особенно первая, вторая кисть. Но для томатов, для соусов, для всего-всего другого. Но при приготовлении леча, томатных соков и всяких соусов, имейте в виду, что он розово-цветный. И цвет будет не ярко-красный, насыщенный. Если вам надо ярко-красный, насыщенный, нужно добавлять к нему красноплодные. И вот если рассматривать достоинства и недостатки, я вот читаю комментарии. Кто-то говорит, что одна трава растет, кто-то говорит, что он низенький, очень не вырастает. Я могу сказать, что да, петруша не всем нравится, и не каждый может выращивать его. Я сама в два захода в течение трех-четырех лет не могла к нему приспособиться. Я первый год вот эти вот, сейчас покажу вам. Вот видите, вот эти пасынки у него выползают. Ой, смотрите, какие огромные петруши тут висят. Я первый год с ними боролась, удаляла, удаляла, отщипывала, отщипывала. Он опять их образует. И я восприняла это как недостоинство этого томата, что действительно он сильно обрастает травой. И вот эти пасынки, пасынки и пасынки, оказывается, потом уже через несколько лет я узнала, что на этих пасынках еще он дополнительный урожай образует. И эти пасынки-то как раз его плюс, не недостоинство, а наоборот достоинство его. Что это очень хорошо. Ну, самым, конечно, большим достоинством этого сорта является вот эта красота куста и красота рассады. С этим согласны все огородники, даже те, кто его выращивает, и те, кто отказался от него. Рассада получается коренастая, она никогда не вытягивается. Она красивая, редко болеет, всегда почти что здоровая. Такая рассада, вот по отзывам тех, кто торгует на рынке, расходится в первую очередь. Они весной изумрудно-зеленые, вот эти резные листья, вот сибирская тройка, вот этот петруша-огородник. Но само растение, оно бывает слишком низкорослое, и это людям не нравится. Иногда посадят, вот у меня они выросли в этом году хорошо в высоту. Видите, как все равно они какие-то высокенькие. Но у некоторых она не растет, вот остается низкорослый, как очень маленький. И вот эти вытянутые плоды цилиндрические, если сам куст невысокий, они начинают прям на земле. И ложатся на землю некоторые считают это недостатком. Потому что на земле лежать не всякий там отможет, если дожди начинаются, может быть он подгниет или что. Вот я вам показывала, они начинают низко плодоносить. И еще хочу сказать одно, что если вы будете выращивать петрушу, и если вы хотите получить с него ранний урожай, то нужно все-таки сеять чуть-чуть пораньше. Вот эти вот у меня, они у меня не для раннего использования. Я их сеяла уже во второй половине марта, в конце марта. А для раннего использования я сеяла в конце февраля и начале марта. Но это я высаживала в теплицу. Те, которые посеяны раньше, они давно уже поспели, давно мне дают урожай. А вот эти только к концу лета я получу. Но я так сажу, потому что если мне посадить все рано, я не смогу их сразу все переработать в одно время. Представьте такое количество томатов, как поспеет сразу. Но если у вас мало растений, если вы садите там несколько штук, до 100 или там 150-200, то петрушу лучше посадить пораньше, потому что у него очень много завязи. И ему нужно, хоть и куст у него небольшой, но вот это обилие плодов нужно сформировать, чтобы долгое время. Ну и для теплицы я считаю, что он тоже не сильно подходит, потому что он очень в ширину разрастается. Он такой кустистый, вот видите как, у него вот столько травы, но вот это вот, некоторые правильно говорят, одна трава, одна трава. Я его в теплицу сажу только 2 или 4 штучки, на случай, если этот выбьет град, вот уличную теплицу, это петруша. Ну и еще хочу сказать, вот когда я в этом году посадила его вот сюда, все, видите, он весь зарос, он весь зарос, его вообще не видно. Я подошла сюда позавчера первый раз за весь сезон, за то, что хорошо, он не требовал до этого от меня никакого ухода, никаких там, я не посынковала, я ничего не убирала, вот подхожу действительно, вот такая вот кочка вся обросшая вот этими вот, даже ничего. Но заглянув туда, я вижу, что уже очень много сформировалось плодов, значит их можно, сейчас покажу, вот они, они там уже листья стали же и засохли, вот они плоды. Вот смотрите, их сколько много, там их видимо-невидимо, и листья от старости уже опадывают. Значит я сейчас, я позавчера подошла и начала все-все это обрезать. Эту процедуру я делаю один раз всего за сезон, это очень экономит время. Вот видите, вот этот куст не обрезанный, вот такой он будет после моей обрезки, я специально для образца вам. Вот такой он будет петруша, вот они, они все плоды, они идут сплошным-сплошным-сплошным-сплошным-сплошным потоком, и вот дальше, и тут еще, и все. Вот эти листья я пока оставляю для того, чтобы фотосинтез проходил, чтобы туда питательные вещества, и ничего страшного в том, что он сильно, вот такой травянистый, сильно заросший нет. Единственное, что у нас, когда начался период длительных дождей, и так как этот у меня поздний посев, он сейчас как раз у меня в осень войдет, вот в холодный август, ночью будут холодные росы. Я боюсь, что он заболеет, и я обработала его средством ордан. Видите, вот голубые разводы на листиках? Эта обработка была профилактическая. Вот он еще, вся листва зеленая, все у него хорошо, но я обработала на крайний случай, потому что жалко такой урожай, очень много плодов сформировалось, чтобы их предохранить, чтобы они успели, вот в этот холодный месяц, в август, в сентябрь у нас, чтобы они успели все-таки созреть на кустиках, я обработала вот от фитофторы. Это единственное, что я сделала вот с этими томатами, все. В остальном, я уже говорю, что я не подходила, ни разу их не посынковала. Ну и, конечно, если вы, если у вас такой неблагоприятный регион, если вы хотите выращивать, ну, чтобы не заболели они, то нужно все-таки обрабатывать. И начало опрыскивания обработок нужно делать тогда, когда первая зависть появляется. Вот я обработала уже в конце лета, когда у меня уже все завязались томаты, но просто у нас была хорошая погода солнечная, не было предпосылок. Когда начались дожди, я обработала, а вообще вот в фазе первой завязи, потом через 14 дней еще раз. И, конечно, если вы будете обрабатывать постоянно, то надо менять препараты, потому что бывает привыкание. Все. И вот петруша-огородник ничего не требует, пожалуйста, своевременно поливать, маленько подрыхливать и удалять сорняки. Ну, иногда, может быть, подкармливать, но я вот эти вот не подкармливаю, потому что они у меня, ну, как, это уже те, которые, даже если что-то с ними случится, то никакого урона я не почувствую, потому что у меня уже в теплице петруша есть там еще где-то. Но все равно здесь образовались очень хорошие плоды. Они у меня тут на заваленке прям, место немного занимает. И вот хочу про пасынки сказать. Вообще пасынки не рекомендуется удалять, потому что на пасынках образуется урожай. Я вот их оставляла, вот видите, вот он цветет, и вот он. И тот, кто цветет, он уже, вот видите, завязал. Но мне их придется удалить, я их сейчас все буду обрезать, потому что уже август, вот этих плодов на основном стволе и так очень-очень-очень много. Я считаю, что вызрели бы хотя бы эти, вот эти еще, тут еще дальше на основном стволе, вот видите, маленькие завязи. И я считаю, что вот эти даже будут лишние, но куда столько, он и так весь увешан этими петрушками. Все, до свидания. Вот это был очень подробный такой видеообзор про петрушу огородника. Почему низкорослые, у некоторых вот пишут, у меня совсем низенький небольшой, почему низкорослые получаются, я не знаю. Но обычно, если маленький кустик, нужно вовремя весной подкормить азотосодержащими удобрениями, чтобы нарастил он зеленую массу. Зеленая масса ему нужна, потому что, видите, как плодами он, он нагружен очень сильно урожаем. И я вот когда обрезала, я их увидела, вот эти грозди, они прям такие, ну, хорошие, богатые. И видно, что они крупненькие, вот эти нижние, это очень крупные, вот эти вот связки висят. Ой, даже один лупнул. У нас плохо, что единственное, они налились, а потом пошел дождь, могут потрескаться. Все, выращивать его можно. Сорт хороший, сибирский, неприхотливый, урожайный, очень много дает плодов, но к нему надо приспособиться. Попробуйте год, другой, третий, повыращивать так, так, вот эти пасынки. Сразу говорю, если лето короткое, пасынки лучше нижние, вот которые, видите, у меня прямо и от корня приствольные, лучше сразу убирать, потому что и так будет много плодов, хоть бы это у нас вызрело, а в остальном сорт очень хороший. И если у вас вот эта вот лишняя трава, вы не смущайтесь, как облиствленность чрезмерная. Потом в конце сезона, вот как я сейчас, в начале августа, можно все убрать. Я прошлась прям, все-все их постригла. Вот они, они, петруши. И вот когда они поспеют, я потом постараюсь вам еще показать, но единственное, что они одновременно все не спеют, и такой красочной картинки, как иногда вижу я в интернете, мне не сделать, конечно, они одни поспеют, другие. Но плодов очень много, сорт урожайный, попробуйте, не пожалеете, надо к нему приспосабливаться, как-то находить с ним общий язык. До свидания, с вами была Ольга.